В районе улицы Большой среди бела дня сгорела небольшая автомастерская. Постройку, расположенную на территории частного подворья, хозяин сдавал гастарбайтерам. Владелец первым и заметил языки пламени. Приступить к тушению прибывшие на место караулы не смогли. От жара раскалились и оборвались электропровода. Искры от них разлетелись на несколько метров. Поливать постройку водой пожарные начали лишь после того, как работники энергослужбы обесточили дом. Спасать от огня пришлось не только жилые дома, но и Митсубиши Паджерами, и не припаркованные во дворе усадьбы. Хозяин участка предположил, что виной всему могла стать неисправность электропроводки. Загореться строение могло и по еще одной причине. Из-за неосторожного обращения с огнем утром внутри растопили дровяную печь. Владелец подворья живет по соседству в капитальном доме. Старые постройки он сдавал в аренду гостям из Поднебесной. Рабочие использовали помещение и как склад, и как мастерскую. Здесь же и жили. Хозяева окрестных домов такому соседству были явно не рады. А кто живет? Китайцы тут, как говорят, живут? Там и китайцы, и таджики, но только нет. А, то есть только проходной дуэр? Пострадавших в результате этого пожара нет. С места происшествия Сергей Полоектов, Анна Карпова и Алексей Овчинов.